История влиятельнейшего российского предпринимателя Германа Стерлигова полна странных деталей. Даже если бы это был киносценарий, то поверить в сюжетную линию было бы сложно. Очередной эпизод – побег из России в Нагорный Карабах. Одна из причин эксцентричного поступка – ультраправые убеждения миллиардера и старообрядца. Стерлигов спешно покинул страну, когда его имя начали упоминать в суде, на процессе против неонацистской группировки Борн. Подсудимые боевики показали рукопашному бою и физподготовке. Их собирались обучать во владениях Германа Стерлигова. Житие православного патриота в Карабахе записал Артур Хачатрян. Как бы кто к нему не относился, но в одном качестве Герману Стерлигову не откажешь. Он умеет удивлять. Вот и на пресс-конференцию к Карабахскому музею ковров он вместе с сыновьями прибыл верхом на породистых скакунах. Лошади – недешевый подарок от российского миллионера армянского происхождения Ливона Арапетяна. Артур Хачатрян оказался здесь в абсолютном меньшинстве. В окружении преимущественно российских журналистов Стерлигов первым делом поспешил опровергнуть слухи о связи с националистами. Вот эти вот горячие всякие там темы о том, что мне грозит 15 лет, о том, что я являлся едва ли не руководителем националистической банды Борн, и на моих землях якобы проходили тренировки – это все ложь. Буквально месяц назад в московском городском суде были представлены улики, которые указывают на то, что Стерлигов поддерживает неонацистов и даже готов организовать у себя в усадьбе летний военный лагерь для боевиков. Но все это, конечно, поклеп, объявил миллиардер. Он также поведал изумленной публике целую теорию заговора, главным действующим лицом которой оказался Владислав Сурков, помощник президента России. Основная цель злоумышленника, ни много ни мало, смещение Владимира Путина. По мнению Стерлигова, во время протеста в оппозиции в России в 2011 году, тогдашний первый замглава администрации президента, пытался организовать убийство Алексея Навального, народный бунт и свержение главы государства. Ситуацию с уверенностью, говорит предприниматель, спасли профессионалы из ФСБ. Ну а сам Стерлигов занял твердую позицию, выполнил гражданские долги, помог спасении лидера нации. Мой главный враг – дьявол, потому что я православный христианин. А его самый такой известный слуга, ну кого я знаю, это Вячеслав Сурков, адепт секты сатаны и очень влиятельный человек. Вячеслав Сурков, кто из армянских корреспондентов не знает, это правитель России до 2011 года, безраздельный и полновластный. Так и называлось – Сурковщина. У Владимира Владимировича Путина был ряд полномочий, достаточно значимых, но в целом страной руководил Славу Сурков. Только он назначал губернаторов, только ему подчинялась четвертая власть, все без исключения средства массовой информации. И здесь, кто присутствуют, здесь значимые люди из Комсомольской правды, из других средств массовой информации. Если я говорю неправду, возразите мне. Это единственный руководитель страны был по всем внутриполитическим вопросам. Никто не смел лезть близко к нему. Переезд в Карабах обусловлен соображениями безопасности, признается Стерлигов. Однако скрываться от недоброжелателей и правоохранительных органов он не собирается. В ближайшее время посетит Россию. А вот семью оставит здесь, в непризнанной республике. Впрочем, статус Карабаха супруге бизнесмена совсем не мешает. По словам Германа Стерлигова, в Нагорном Карабахе у него серьезные бизнес-планы. И некоторые проекты уже реализованы. За пару недель он успел купить мельницу, начал молоть муку и продавать ее на улицах Степанакерта. А жена первого российского миллионера открыла собственный модельный дом в городе Шуши. Алена Стерлигова уверена, что ее платья придутся по вкусу местным женщинам. Среди узорчатых, ярких карабахских ковров они смотрятся особенно колоритно. За неделю уже поступило несколько заказов. Я так поняла, что и в Карабахе, и в Армении очень мало, где можно найти длинную красивую одежду. И поэтому, я думаю, моя одежда будет востребована. Поэтому, если посмотреть на цветовую гамму, то она тоже созвучна армянским женщинам. Она яркая, с цветочным принтом. Кстати говоря, это модно сейчас и в России, и по всему миру. Поэтому, думаю, что эта одежда будет востребована. Недремлет и сам Стерлигов. Он собирается наладить в Карабахе производство козьего сыра, заниматься сельским хозяйством и животноводством. Жить имя будет в горах. Бизнесмен уже подыскивает место для дома. Далеко от цивилизации. У вас есть такие богатства, которых нет в других странах мира. У вас есть, во-первых, непризнанность республики. То есть, к вам не лезет всякая сволочь, извращенцы всякие, чтобы насаждать свои правила извращенные. Американцы, европейцы, тому прочее. Во-вторых, у вас есть необычайные красоты, необычайная экологическая чистота, которой вам бы позавидовали миллиарды людей, которые живут в гадюшниках, уже химически загаженных, уже отравленных, ГМО там испорченных и так далее. У вас необыкновенные красоты. У вас очень много воды. И сейчас даже россияне уже вам завидуют. Еще этого как бы не понимают, что они вам завидуют. Потому что в центральной России вода уходит на место нефти, которую добывают и потом сжигают на поверхности в виде бензина и дизеля на бессмысленных покатушках на машинах. Основатель первой товарной биржи в России, миллиардер Стерлигов, 10 лет назад удалился в христианство религию, отрастил бороду, уехал жить и заниматься хозяйством в Подмосковье. Правда, христианские всепрощение и любовь к ближнему его не посетили. Стерлигов ненавидит геев, ученых, театр и кино. Зато великодержавие, православие, откровенный национализм, монархизм и при этом бесконечную любовь к Путину предприниматель совмещает в себе без труда. Каким образом он планирует принести пользу кумиру и самопровозглашенной республики на мало ему понятной, совсем не православной территории, остается только гадать. Артур Хачатряна Роман Караджан, Нагорный Карабах, специально для программы Таймкод.